Знаете? Это цыплята, которым уже две недели. Вот такие красавцы. Цыплята уже нереально выросли. Красивые, хорошие. Сейчас я даю им пропойку от кокцидиоза. Об этом я расскажу отдельно. А сейчас я просто хочу показать, в каком состоянии сейчас все цыплята. Видите, что здесь цыплят стало меньше. По мере роста я их рассадила, потому что вот такое они творят. И по мере роста их становится больше, им становится здесь тесно. Поэтому цыплят я отсюда отсадила, и у меня получилось три коробки. Здесь самые крупные, во второй коробке средние, и в третьей коробке у меня слабенькие. Маленькие, слабенькие. Пропойка обязательно. Насыпаю им в корм. Цыплята содержится у меня не на даче и не дома. И поэтому мне нужно сюда приходить к ним утром и вечером. И вот каждый день, утром и вечером... Тут я рассыпала. У меня есть собиральщик. И вот каждый день, утром и вечером, я прихожу сюда, чтобы покормить и поставить воду. Вот это количество цыплят выбивает за день литр воды полностью. И подсыпаем еду, естественно. Очень много петушков. Ой, вот чуть не упал. Смотрите, очень много петушков. У меня есть видео, где я показывала, как можно отличить петушок и курочку. Это всё я знала. Это всё я видела. Но, сами понимаете, когда у меня было очень много цыплят, я могла себе выбрать одних курочек. И чтобы было меньше петушков. Но так будет нечестно. Поэтому я оставила себе и петушков, и курочек. Всех подряд. Ну, идите кушать. Идите, я насыпала вам свежий корм. Вот такие разбойники. Им две недели. Вот, смотрите, какой петушок. Вот это петушок. Вот это петушок Ливенской ситцевой. Он здесь самый главный. Всех воспитывает. Всех учит, как надо делать. Он знает лучше всех. Это Ливенский ситцевый. Такие лапы у него, посмотрите, интересные. Так, и хотела вам показать вот это чудо природы. А ну-ка, угадайте, кто это. А это из яйца шелковой курочки моей. Но, как видите, я там в комментариях многим отвечала на этот вопрос. Этот цыпленок получился помесь с мараном. Посмотрите, какие ноги. Вернее, лапы. Посмотрите, какой он рослый. Как у него перья отросли. Посмотрите. Видите? Это абсолютно не чисто шелковый цыпленок. Это помесь шелкового с мараном. Вот такая получилась помесная, помесный цыпленок. И вот это получилось у меня в этом брудере. Я оставила вот такое количество цыплят. И есть у меня еще две коробки. Я сейчас вам обязательно их покажу. Но сначала я хочу вам рассказать про падеж цыплят. Это, естественно, всех интересует этот вопрос. Падеж цыплят, естественно, был и у меня. В основном падеж цыплят происходит. И сто раз я себе это говорю. Не нужно помогать цыпленку, когда он не может вылезти из яйца. Вот все цыплята, которые помогали, которым помогали разбить скорлупу яйца, они рано или поздно погибают. Этого делать не нужно. Жалко. Всем очень жалко. И мне в том числе. И я знаю, что сто процентов все помогают цыплятам вылезти из яйца. Но рано или поздно эти цыплята погибают. Ну, может быть, один-два выживет. Да, такое бывает случайно. Но в основном при помощи цыпленку из яйца вытекает хоть маленькая капелька крови. И это все влияет на последующую жизнь этого цыпленка. Поэтому я себе сотый раз говорю, не нужно этого делать. В этом брудере все вот такие огромные. Вот такие все резвые. И сразу хочу вам сказать по содержанию. У меня содержатся цыплята в брудере сейчас и в коробке. И сразу скажу плюсы и минусы. Конечно, в брудере цыплята растут гораздо лучше. В брудере идет равномерный прогрев цыплят. Он идет по всей площади у меня брудера. С помощью вот такой тепловой панели. Здесь нету нигде сквозняка. Все закрыто. Здесь напольная сетка. Помет скапливается в поддоне. Очень легко ухаживать за цыпленком. В коробке, конечно, нужно перестилать. Каждый день утром и вечером я перестилаю. И, вы знаете, и цыпленок растет немножко по-другому в коробке. Не знаю, возможно, это мой опыт такой. Может быть, это у меня так. Но вот я, особенность, которую я заметила, я вам просто рассказываю. В брудере цыплята растут быстрее. Очень важный момент у цыплятнов в первые дни – это вентиляция. Вот если можете заметить, у меня вот это выдвижное ОРС-стекло, оно у меня стоит уже одно. Смотрите. А здесь его уже нет. С первых суток эти два стекла были закрыты полностью. Когда прошло пять суток, эти стеклышки я начала понемножечку раздвигать, оставлять вот такие узкие полосочки. То есть я смотрела по цыплятам. Если вижу, что они отодвигаются по сторонам от центра, значит им там жарко и душно. Одновременно я понижала температуру на датчике. И постепенно, с каждым днём, не сразу полностью убрала это стекло, и всё. И вот уже когда цыплятам две недели, у меня только одно стёклышко закрыто. Второе полностью отсутствует. Это я делала постепенно. Приблизительно с пяти суток я отодвигала, оставляла щёлочку на одно деление, потом на два, потом на три и так далее. И в итоге, в две недели я уже вообще полностью сняла эту решёточку. И продолжаю смотреть по состоянию. Если цыплята сбиваются в кучу, значит нужно немножечко прикрыть. Но вы не забывайте, на это ещё влияет помещение, в котором стоит этот брудер. У меня это помещение тёплое, поэтому тут я знаю стабильная тёплая температура. Поэтому там, где у вас стоит брудер, смотрите по обстановке, по помещению, в котором находится этот брудер. Тёплая температура, в котором находится в кучу, пылая температура, в котором находится в кучу, а это цыплята сидят в коробке естественно я все им перестелила только что чтобы не опозориться вот смотрите ливенский ситцевый вот из моего яйца из зеленого яйца так дальше ливенский ситцевый маран маран который меньше этих всех вот этих больших цыплят на четыре дня вот все маранчики вот эти вот вот видите вот маранчики вот это вот вот черненький маранчик вот они маленькие они на четыре дня позже вывелись так что это у нас доминант чубаты несущие зеленое яйцо это у нас гола шейки вот вот гола шейки и и адлер серебристый и адлер серебристый так в этом в этой коробке у меня цыплята которые скажем так средние то есть вот я делю цыплят на крупных средних и маленьких маленьких тоже вам сейчас покажу здесь конечно содержание немножко сложнее потому что утром и вечером здесь нужно вот эту подстилку перестелить использую для подстилки я обычную ветошь вот такие тряпочки очень удобно помет впитывается и ставлю поилку под баночку и кормушку сейчас покажу ставлю ее ставлю ее вот здесь по центру главное не поставить на цыпленка все это удобная кормушка она по крайней мере помогает сберечь корм конечно они рассыпаются этой кормушки все равно рассыпают но ничего кто-то любит собрать и на полу корм единственное что мне не нравится что цыплята садятся сверху этой кормушки спят на ней и естественно пачкают корм поэтому перед тем как я насыпаю свежую порцию корма я ее открываю и убираю весь помет который туда упал естественно его выбрасываю вот это мой самый любимый момент когда я насыпаю свежий корм и все кушают обожаю этот момент когда все кушают цыплятам две недели вот так вот они выглядят иди кушай спать будешь потом когда я уйду так и обязательно ставлю воду сегодня напомню у них не вода а средства от кокцидиоза по пропойкам все как я поила я сниму отдельное видео чтобы не путать все будет четко понятно в отдельном видео и в третьей коробке вот так вот сидят у меня слабенькие цыплята вот такие маленькие и слабенькие для активизации я сюда посадила и вот ливенская ситцевая вполне здоровая отличный цыпленок это для того чтобы он постоянно их тормошил чтобы они не спали и все время ели эти цыплята получают все необходимое по графику как и должно быть все витамины от кокцидиоза все как положено вот так вот третья коробка у меня содержатся вот такие вот цыплята все активные кушают ходят даже некоторые бегают это у меня третья коробка вот это тоже я считаю важный момент который я хочу вам показать картонная коробка это не брудер она очень быстро охлаждается и обогревается она с помощью вот такой лампы лампы накаливания и для того чтобы не было потеть тепла вот так вот с трех сторон я накрываю плотной тканью на половину коробки с этой стороны и с этой почему я делаю вот еще две ткани для того чтобы не касаться этой лампы потому что это все пожароопасно и такие моменты должны быть под наблюдением обязательно потому что лампа это накаливание обычная лампа это очень опасная опасный предмет тем более что здесь все это картон это все ткани это нужно делать и наблюдать за этим то есть это все должно быть под наблюдением вот так вот накрыв тканями вокруг верха этой коробки мы сохраняем максимально тепло в коробке и так как у нас лампочка находится сбоку коробки то цыпленку если будет жарко под этой лампочкой он сможет спокойно уйти и лечь в другой конец этой коробки там где лампочки нет и там где прохладно вода у них стоит вот такой литровой банки и в обычной пластиковой поилочки вот так вот сбивается цыплята это значит им холодно поэтому сверху у меня вот такая ткань а им стало холодно потому что я перестилала ставила воду и вот эти все сверху мои накрытия тканями были открыты и теперь я прикрываю их и через каких-то пару минут они разляжутся по всей по всей абсолютно коробке и это будет сразу первым признаком что им стало там тепло цыплятам в первые дни обязательно надо чтобы было тепло а Субтитры сделал DimaTorzok И ещё важный момент, когда цыплята подрастают, начинают оперяться, очень часто возникает расклёв цыплят. Так вот, чтобы этого не было, нужно следить за количеством цыплят в брудере или в коробке. Когда их, чем их больше, чем их плотность посадки цыплят больше, тем вероятен больше этот расклёв. И ещё освещение. Освещение должно быть не ярким, а спокойным, приглушённым. Ну и, соответственно, полноценный корм цыплят, обогащённый витаминами и микро-макроэлементами. И тогда расклёва у цыплят не будет. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ